Чекпоинт ингибитор С новой терапевтической опцией Чекпоинт ингибитором появились новые как класс специфичные осложнения, это аутоиммунный гепатит, который достаточно тяжело нам дифференцировать при возникновении декомпенсации печёночной функции у пациентов с гепатосулярным раком, потому что мы понимаем, что большая наша часть пациентов, имеющих данную патологию, у них есть вирусный гепатит B или C, у них есть сиротическая стадия, на фоне которого и возникает данное заболевание, и мы понимаем, что проводя системное лечение нашим пациентам, у данных больных может быть и реактивация гепатита. Также мы сталкиваемся в нашей реальной клинической практике и с прогрессированием заболевания, а именно псевдопрогрессирование, учитывая особенность чекпоинт ингибиторов гиперпрогрессирования, ну и истинное прогрессирование. И мне бы хотелось представить наш клинический случай под руководством Рашиды Вахидной Орловой, доктора Натальи Викторовны Поповой и своего участия. Пациент, у которого был выявлен гепатит C в 2017 году, он получал противовирусную терапию по апрель 2018 года. В декабре 2018 года у пациента появляется тяжесть и боль в правом подреберье. Ну, наши коллеги-инфекционисты достаточно настороженно отнеслись к данному пациенту и понимая, что пациент с гепатитом C имея цирротическую стадию, риск развития гепатоцеллюлярного рака, он крайне высок. Поэтому ему было выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и в 4-м и 8-м сегменте было выявлено образование 30 на 27 мм и в 3-левой доли было выявлено образование 19 на 10 мм. Пациенту помимо УЗИ было выполнено альфа-фетопротеин определённый, посмотрите, достаточно высокие значения 786 единиц на миллилитр. В последующем пациенту было рекомендовано выполнение компьютерной томографии органов брюшной полости и на фоне цирротических изменений структура печени описывалась как неоднородная. В С4-8 образование 42 на 39, в С3-левой доли печени 24 на 20 и были выявлены КТ-признаки портальной гипертензии. В последующем пациенту было выполнено биопсия печени, гистологическое исследование ткань печени с ростом гепатоцеллюлярной карциномы и дополнительно было выполнено иммуногистохимическое исследование гепатоцеллюлярный рак G2. И вот такой пациент с диагнозом гепатоцеллюлярной карциномы, классификация 2019 года, стадия была Т2, Н0, Н0, осложнение основного заболевания болевой синдром. Из сопутствующего диагноза это ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь второй степени, хронический гастрит, не обострение, хронический вирус на гепатите С, цирротическая стадия ЧАЛПЮА. Ну и согласно клиническим алгоритмам ведения пациентов с гепатоцеллюлярным раком по барселонской классификации, мы видим, что наш пациент попадал в промежуточную стадию, у него было два узла, но один из узлов был более 3 см. И если посмотреть на клинические алгоритмы, то нашему пациенту можно было предложить химиомболизацию, что было и выполнено. Больному было выполнено 3 курса химиомболизации печёночной артерии с доксурбицином, эффект лечения был расценен как частичный регресс. Посмотрите, мы отмечали не только рентгологический контроль, но он значительно снизился уровень альфа-фетопротеина, он был 786 и снизился он до 8. И в последующем нашему пациенту, учитывая, что стадия может меняться в процессе химиомболизации, такая промежуточная стадия, и мы можем добавить здесь хирургическое лечение, что и было сделано в июне 2019 года, больному была выполнена анатомическая резекция печени С4-С3. Посмотрите, на данном слайде я привела возможность, вот небольшая, но тем не менее есть перегрёст и возможности выполнения после трансартериальной эмболизации, всё-таки выполнения резекции. Что и было сделано. К сожалению, через 2 месяца при контрольном обследовании у пациента было выявлено прогрессирование заболевания, у него появились очаги в обеих долях, максимально 29 на 27 мм. Был выполнен контроль альфа-фетопротеины, вы видите значительный рост, мы помним все прекрасно, что он был 8, перед хирургическим лечением он вырос почти до 1500, при этом ЭКОК его был 1, у него появилась слабость, у него в биохимическом анализе крови отмечалось повышение уровня АЛТ, СТ первой степени, при этом билирубин, альбумин и МНО были в норме, и функция печени была оценена по ЧАЛПЮ, ЧАЛПЮ-А. Ну и на сегодняшний день я хотела бы вынести на интерактивное голосование вопрос, я напоминаю, это 2019 год, и мы говорим о стандартных лечениях 2019 года, какое лечение вы бы назначили пациенту в данной ситуации. Первое это сарафиниб, второе это ленватиниб, третье это химиотерапия и четвертое это иммунотерапия. Я хочу вам напомнить, что голосование проходит на странице эфира, для того, чтобы принять участие в активном голосовании, вам нужно выйти из полноэкранного режима просмотра, если он у вас включен, и в форме для голосования из предложенных мною вариантов выбрать какой-то один из вариантов. Продолжение следует... А, вот результаты мне сказали, что уже есть голосование, давайте мы выведем результаты голосования на экран. Какое лечение бы вы назначили пациенту? Ну и посмотрите, 50% наших слушателей выбрали бы сарафиниб, 13% наших слушателей выбрали бы ленватиниб, 25% занимает химиотерапия, и всего лишь 13% наших слушателей четвертое место занимает иммунотерапия. Ну, я бы хотела продолжить свой клинический случай, переключить, и, конечно, учитывая рекомендации 2019 года, в первой линии терапии гепатоцеллюлярного рака у нас использовалось два мультикиназных ингибитора, это сарафиниб и ленватиниб, которые значимо увеличили выживаемость больных с гепатоцеллюлярной карциномой. И все мы прекрасно знаем регистрационные исследования сарафиниба, и достаточно большое время, а это 17 лет, с 2000 года по 2017 год, у нас был единственный препарат для лечения гепатоцеллюлярного рака, это сарафиниб, и посмотрите, если мы говорим о медиане общей выживаемости на сарафинибе по сравнению с плацебо, это 10,7 месяцев, по сравнению с 7 и 9 месяцами. Но мне хочется напомнить, что в 2019 году уже была возможность назначения ленватинибы, посмотрите, это регистрационное исследование рефлект, которое говорит о том, что у пациентов, которым назначался ленватиниб, по терапии сравнения была зарегистрированная опция сарафиниб, мы видим преимущество в общей выживаемости 1,3 месяца. Если говорить о выживаемости без прогрессирования, то здесь преимущество плюс 3,7 месяцев. Самое интересное, это не только увеличение общей выживаемости и времени без прогрессирования, но и частота объективного ответа, вы посмотрите, в 2,5 раза была выше частота объективного ответа, это частичные и полные ответы на терапию ленватинибом по сравнению с сарафинибом. И в 2 раза реже отмечалось прогрессирование заболевания на терапии ленватинибом по сравнению с сарафинибом. Также мы говорим о том, что средняя длительность терапии, она была на 2 месяца дольше у пациентов, которые получали ленватиниб по сравнению с сарафинибом. Но, к сожалению, не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями, и имея рекомендации, и имея наглядное увеличение общей выживаемости, время без прогрессирования и частоту объективного ответа при использовании ленватинибом в первой линии для лечения гепатисулярного рака, не всегда есть возможность назначения этой эффективной терапевтической опции. И мы назначили нашему пациенту сарафиниб, учитывая, что у него функция печени была оценена как Child P.U., он начал свое лечение в полноценной дозировке, это 400 мг 2 раза в день. И через 2 месяца при первом контрольном обследовании у нашего пациента было зарегистрировано прогрессирование заболевания, у него появились множественные очаги в обеих долях печени, более 25 мг, вы видите, достаточно большие, максимально в С5, 53 на 51 мг и в С7, 44 на 40 мм. Конечно, возможно, если бы у нас была такая возможность назначения ленватиниба в первой линии, мы не говорим сейчас о медиане общей выживаемости, мы говорим прежде всего о частоте объективного ответа, здесь мы видим, что она значительно выше на терапии ленватиниба, по сравнению с сарафинибом мы бы достигли лучших результатов, но тем не менее. И посмотрите, у нас было рентгенологическое подтверждение прогрессирования заболевания, и пациент предъявлял жалобы на слабость, на тяжесть в правом предъявлении, при этом ококово сохранялся один. Отмечался значительный рост уровня альфа-фитопротеина, посмотрите, он был 1357 до начала сарафиниба, и при первом контроле он увеличился до 11000. Мы видим наглядно, что появилось увеличение биохимических маркеров, это рост уровня ЛТСТ до второй степени, рост уровня ЛДГ и гамма-ГТП, при этом билирубин у него сохранялся в пределах нормальных значений, альбумин был 38, и МНО в норме. Таким образом, функция печени была оценена как ЧИЛПЮА. Пациенту была выполнена вирусная нагрузка перед началом лечения, я сейчас скажу, чем вирусная нагрузка составляла 313 тысяч. Ну и в качестве второй линии ему была предложена иммунотерапия эпидиван-ингибитором, было проведено 2 введения, и при очередном визите в клинику было выявлено, что уровень немножечко подрос АСТ до второй степени, при этом уровень билирубина, альбумина был норме, не особо изменился уровень ЛДГ и гамма-ГТП, но было отмечено, что был бессимптомный рост амилаза и липаза. Мы видим по CTCAE, это третья степень роста амилаза и четвертая степень увеличения липаза. При всем при этом жалоб никаких пациент не предъявлял, и КОК его сохранялся один. Но учитывая, что у нас было такое бессимптомное течение панкреатита, мы выполнили компьютерную томографию органов брюшной полости, и мы увидели, что поджелудочная железа была увеличена в размерах, парапанкреатическая клетчатка уплотнена, вдоль хвоста поджелудочной железы определяла жидкость. Таким образом, учитывая данные биохимические маркеры и данную клиническую картину, отсутствие клинической картины, отсутствие жалоб, но имеющейся рентгенологическую картину, было выставлено следующее нежелательное явление ему напосредственно, как панкреатит второй степени. Вот так вот выглядели его снимки. Посмотрите, здесь наглядно видно поджелудочная железа до начала лечения и после двух введений мы видим поджелудочную железу, после двух введений иммунотерапии. Учитывая то, что данные нежелательные явления мы связали как иммуно-посредственный панкреатит, согласно стандартам купирования иммуно-посредственных нежелательных явлений, пациенту было предложено терапия глюкокортикостероидами, преднизолон 1 мг на кг, ему была добавлена заместительная терапия, токрион 25 тысяч единиц 3 раза в день и бускопан 10 мг 3 раза в день. Понятно, что постоянно производился мониторинг биохимического анализа крови, мы видим значительное улучшение в процессе лечения показателей амилазы или пазы. Но также мы стали отмечать, что на фоне нашего лечения стали расти печёночные ферменты, а именно АЛТ-АСТ постепенно, с первой степени АЛТ до второй, и уровень АСТ тоже вырос до второй степени. При этом билирубин стал повышаться у пациента, если изначально он был в норме, когда мы выявили панкреатит. Альбумин был чуть снижен. У пациента появились жалобы на слабость и тяжесть в правом подреберье, и кок уже оценивался как 1-2. На фоне терапии производился контроль, мы видим, что уровень амилазы или пазы практически снижался, уровень их прогрессивно снижался. Но мы отметили, что у пациента в биохимическом анализе крови стали прогрессивно расти АЛТ-АСТ. Посмотрите, со 135 до 483, со 169 до 698. Стал вырос в два раза практически билирубин, и вырос уровень гамма-ГТП. Ну и, конечно, перед клиницистами всегда стоит вопрос, когда мы используем с вами чекпоинт-ингибиторы в терапии, особенно у пациентов с гепатисулярным раком, что это может быть? Первый, конечно, вопрос у нас был связан именно с возможным развитием аутоиммунного гепатита. У нас уже был аутоиммунный панкреатит, с которым мы практически справились. Возможно, мы подумали, что повышение уровня АЛТ-АСТ и билирубина обусловлено именно этим. Следующее, мы не исключали, возможно, что на фоне иммунно-депрессивной терапии, возможно, произошла реактивация гепатита С. Ну и прогрессирование, либо истинное прогрессирование, либо псевдопрогрессирование, либо гиперпрогрессирование, которое могло быть, конечно, мы тоже этот вариант не исключали. Ну и посмотрите, была выполнена компьютерная томография, да, и мы видим, что если мы говорим о поджелудочной железе, то на фоне нашего лечения панкреатита у нас практически нормализовалась структура самой поджелудочной железы в железе. Но, к сожалению, в печени появились новые множественные очаги, максимальными размерами 21 на 15 новые очаги, определялся рост ранее имеющихся очагов с 53 на 51 до 60 на 55 и рост очагов в седьмом сегменте с 44 на 40 до 53 на 48. Ну и посмотрите, на данном слайде достаточно наглядно видно, как выглядели его снимки. Мы видим, что, конечно, есть появление новых очагов и появление роста имеющихся старых очагов. И, задавая себе вопрос, всё-таки, с чем мы столкнулись в данной ситуации при использовании чекпоинтингибиторов? Первое. Если мы говорим про реактивацию гепатита С, то нужно посмотреть вирусные нагрузки, что мы сделали, да, и если она есть, то, наверное, в дальнейшем нужна нам с вами в реальной клинической практике консультация инфекциониста. Что было ещё за реактивацию гепатита? Это повышение уровня АЛТ, АСТ, билирубина. Но клиническая картина, она не совсем подразумевала, что у него есть реактивация гепатита. Если мы говорим про аутоиммунный гепатит, то понятно, что есть уже одно из осложнений, это аутоиммунные панкреатиты, возможно, да, мы имели дело с аутоиммунным гепатитом. Отмечалось также повышение уровня АЛТ, АСТ, что говорило тоже в пользу аутоиммунного гепатита. Если говорить о прогрессировании, о псевдопрогрессировании, с которым мы сталкиваемся при использовании чекпоинта ингибиторов, да, это может быть и появление новых очагов. Если говорить о гиперпрогрессировании как феномене, то здесь тоже мы, наверное, скорее всего могли отнести данное нежелательное явление к гиперпрогрессированию, потому что у нас появились новые очаги, множественные в печени, у нас увеличились более чем на 50% имеющиеся очаги, у нас появилась клиническая картина, да, и появился рост уровня альфа-фетопротеина, посмотрите, в два раза. Ну и была выполнена консультация инфекциониста. Клиническая картина, несмотря на то, что вы видите здесь представлено на слайде, отмечался рост вирусной нагрузки, сказали, что это незначительно, это может быть в процессе лечения, но клиническая картина не характерна для реактивации гепатита С. Нашей рабочей версией всё-таки было невозможно, это аутоиммунный гепатит, мы продолжили глюкокортикостероиды, напомню, что терапия панкреатита была преднизолоном 1 мг на килограмм, но учитывая, что на этом фоне никак не реагировал уровень АЛТСТ, мы повысили ещё на одну ступень преднизолон 2 мг на килограмм, потом отсутствие положительной динамики мы увеличили ещё на одну ступень, это 4 мг на килограмм, добавили гепатопротектора и инфузионную терапию. Была некая положительная динамика биохимических показателей, потому что постоянно мы мониторировали, мы понимаем, что имея такое нежелательное явление четвёртой степени, возможно, как мы думали, гепатотоксичности мы мониторим достаточно часто и практически каждый день этим пациентам берётся биохимический анализ крови. При этом ЭКОКОВА стал чуть лучше, но ненадолго. И, к сожалению, с 1 января 2020 года у пациентов было нарастание признаков печёночной недостаточности, и 5 января 2020 года наш пациент погиб. И завершая свой сегодняшний клинический случай, мне бы хотелось обратиться и к коллегам, которые нас слушают, чтобы они активно приняли участие и присылали нам вопросы, и к своим коллегам в сидящем зале, и к нашему председателю, к Наталье Петровне Беляк, всё ли мы сделали для этого пациента. Возможно, если мы говорили про аутоиммунный гепатит, назначив глюкокортикостероиды, переходя из одной ступени в другую, возможно, при неэффективности глюкокортикостероидов мы должны были назначить более серьёзную иммуносепрессивную терапию. Возможно, мы всё-таки говорим о том, что не для всех пациентов эффективна терапия чекпоинт-ингибиторами, и феномен псевдопрогрессирования он есть. И, возможно, у этого пациента данное нежелательное явление было обусловлено его декомпенсацией печёночной функции именно псевдопрогрессированием, потому что всего лишь два месяца терапия, и такой бурный рост, и клиническая картина, и повышение биохимических маркёров. Возможно, что-то ещё, что мы упустили. Поэтому мы бы хотели этот случай сегодня обсудить с коллегами и как-то всё-таки резюмировать наши успехи и наши ошибки. Действительно, может быть, что-то было сделано не так и что-то было упущено. Благодарю за внимание. Продолжение следует...